Получается, значит, тут 33, а надо 33,5. Или пройдем, или нет. 34. Значит, берем уровень, выставляем в горизонт. Ну вот, в горизонт. В горизонт. И рулеточкой проверяем. Вот так под чутким руководством мастеров трудятся студенты, реконструируют крыльцо общежития. Филонит здесь некому и некогда. У каждого свой фронт работ. Пока один замешивает бетон, другу укладывает плитку. И так на протяжении нескольких часов. Работа ладится, ведь для студентов это еще и хороший способ отработать свои навыки на практике. В строотряде уже я третий раз. То есть, возможность классная. Я вот решил двумя руками ухватиться за эту возможность. На самом деле, классно, хорошо. То есть, получили специальность каменщика третьего разряда. И вот, применяем свои навыки на практике. В первую очередь, я пошел в строотряд из-за возможности заработать. Потому что строитель, то есть, каменщик – это тяжелая работа. Вот. И в первую очередь, можно неплохо заработать. Возможностью заработать воспользовался и студент третьего курса строительного факультета Илья Драгун. Задачу его бригады входило выложить дорожку из тротуарных плит. Работа кропотливая, не терпящая ошибок. Ведь если не доработать какой-либо из этапов, неровная поверхность, ямки и прочие прелести будут налицо. А потому студенты тщательно вымеряют каждый свой шаг, следуя пословице. Семь раз отмеря, один отрежь. К слову, и время позволяет. Ребята работают с 8.30 до 5.30. Мы работаем бригадами. То есть, наша бригада здесь и одна бригада на крыльце. Руководят нами два руководителя. Без их помощи, я думаю, ребятам в строотраде тяжело, потому что они знают, у них больше опыт, они могут многое помочь. И благодаря их помощи мы уже сами учимся на их опыте. Кроме благоустройства территории возле университета, студенты трудятся и внутри зданий, занимаясь отделочными работами. Они своими руками создают яркий обновленный вид здания. Ребята всегда стремятся пойти поработать на территории университета. Как они говорят, оставить след после себя. Уже сложилась такая тенденция, те ребята, которые хотя бы однажды поработали в студотряде, они на следующий год уже начинают с января. Вы меня возьмете в второй отряд? Мы в основном ребят отбираем также их и по дисциплине, по прилежанию, по обучению. Мы же практикуем работу студотрядов и в течение учебного года, то есть с отрывом ребят от обучения. Там уже более жесткий идет отбор, потому что дабы не навредить их обучению, усвоению учебного материала, туда уже попадают ребята исключительно добросовестные как в учебе, так и в работе. Общее количество трудоустроенных студентов в строительных отрядах превысило цифру в 100 человек. Ребята трудятся не только на благо внешнего вида родного университета, но и постигают азы строительного мастерства на различных предприятиях. Студенты уверены, что с такой практической базой обучаться теории будет значительно проще.